Здравствуйте! В эфире важная программа для тех, кто размышляет. Сегодня в выпуске. Исторический минимум стоит ли в нынешних условиях падения рубля хранить деньги в иностранной валюте? Аграрный бизнес без удобрения и химии? Насколько рентабельна натуральная ферма? И трудовые отношения, европейские стандарты и наши реалии. Как привести их к общему знаменателю? Выборы позади, и Самарский регион постепенно входит в обычный ритм жизни. Какой она будет в ближайшее время? Об этом сразу после голосования рассказал избранный губернатор Николай Меркушкин. Итоги 14 сентября 2014 года для Самарской области не стали неожиданностью. С той или иной разницей в цифрах эксперты сходились во мнении, что победу на выборах одержит Николай Меркушкин. И тем не менее результаты превзошли ожидания. Рекордная явка выше 60% и беспрецедентная единодушие. Более 91% голосов за лидера предвыборной кампании. Глобальная поддержка, глобальная ответственность. И сразу после подведения итогов голосования Николай Меркушкин рассказал о планах на ближайшие месяцы и годы. Долгожданный Кировский мост в Самаре. Движение по нему откроется в октябре, в крайнем случае в ноябре этого года. Более точная дата зависит от графиков вип-персон, которые должны приехать в столицу губернии на открытие. Фрунзенский мост. Начало его строительства запланировано на следующий год. Ну и, конечно, магистраль центральная. О дополнительном въезде в город и новой дороге жители Самары мечтают уже несколько десятилетий. Центральная, да. Сейчас ведутся окончательные проектные работы, завершает цена. Окончательно экспертизу проходит проект в Москве. И здесь будет частное государственное партнерство. Газпомбанк будет участвовать. И первые 9 километров, 9 километров на 5,4-5,5 миллиарда рублей. Газпомбанк готов профинансировать. Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры – один из главных приоритетов. Далее по списку – подготовка к чемпионату по футболу, а также развитие промышленных предприятий и местного сельхозпроизводителя. Сегодня уже есть уверенность, что результаты выборов помогут Николаю Меркушкину привлечь в область дополнительные средства из федерального бюджета. А это значит, что такие промышленные гиганты, как, например, ЦСКБ «Прогресс», не останутся без госзаказов. Есть планы и по сохранению всех программ поддержки аграрных предприятий. В условиях экономической нестабильности это особенно важно. Этой осенью на региональном уровне должно быть принято сразу несколько решений, которые в той или иной мере повлияют на нашу жизнь. Во-первых, налог с продаж. Будет ли он введен? С одной стороны, это дополнительная финансовая нагрузка на конечного потребителя. С другой стороны, сбор с продаж, если и будет, то будет местным. А значит, останется у нас, чтобы работать на нашу территорию. Вероятнее всего, в Самарской области он будет водиться. Я был всегда сторонником этого налога. Плюс еще почему? Потому что местная власть тогда, местную власть, муниципалитеты, можно очень активно завязать на результат. Он не будет там препятствовать, чтобы активно развивался бизнес, услуги, торговля. Он знает, что оттуда он будет получать деньги. Это его один из главных источников дохода. Он, то есть глава того или иного города, на сегодняшний день лицо выборное. Но для крупных муниципалитетов, где существует районное отделение, принцип выборности мэров скоро может измениться. Речь идет о Самаре и Тольятти. Решение, кто будет управлять этими городами, всенародный избранный глава или назначенный сити-менеджер, пока не принято. Понятно, что в сити-менеджерах есть один плюс, более формирует, скажем, устойчивая вертикаль, так назовем пусть, да. Ну и, может быть, более слаженная команда. Но во всенародных выборах всегда есть плюс. Плюс тот, что человек, прошедший через всенародные выборы, если он ответственный человек, если он поставил перед собой задачу, скажем, созидательную, то это всегда добавляет ответственности. Ну, к сожалению, правда, к сожалению, с учетом того, что у нас еще многие вещи до конца не сформировались, и в том числе, условно, по Самаре, очень много людей, которые прячутся под всенародный выбор. Ну, что значит прячутся? Его избрали, его избрали. Для него это некий уже зонтик. Он под этим зонтиком начинает заниматься не тем, чем он должен заниматься, а совсем другим. Поэтому тут много есть вопросов разных, и как сделать так, чтобы власть в итоге работала более эффективно. Надо еще советоваться. Нет пока определенностей с составом регионального кабинета министров. Как заявил Николай Меркушкин, кардинальных кадровых перестановок в областном правительстве не предвидится. Однако неэффективность работы – это существенный повод для увольнения. На днях в Самарской губернии побывал Зеп Хольцер. Австрийский фермер, пропагандирующий фантастический по современным меркам способ ведения сельского хозяйства. В чем необычность его взглядов, и есть ли смысл самарским аграриям перенимать этот опыт? Зеп Хольцер, владелец этой фермы в австрийских Альпах, уже много лет на практике доказывает, что с производством продуктов питания природа прекрасно справляется сама. Человеку же достаточно создать и поддерживать естественный биобаланс. На участке в 45 гектаров трудится сам Хольцер с женой, плюс один наемный работник. При этом они не пашут, не поливают, не удобряют, не борются с ворядителями, только сеют и собирают урожай. Да еще какой! За их экологически чистыми продуктами австрийцы буквально выстраиваются в очередь и готовы платить любые деньги. Овощи, фрукты, зелень, грибы, мясо, рыбы, птицы, лекарственные растения – здесь растет абсолютно все, что только возможно. И даже невозможно. Тропические киви, например. Как? Из своих знаний Зеп Хольцер секрета не делает и готов ими делиться. В этот раз с жителями Самарской области, куда он приехал, чтобы дать практические советы и помочь с первыми шагами. Под его руководством в селе Соковнинка Борского района уже началось создание агрофермы по принципам пермакультуры, то есть естественного сельского хозяйства. У вас есть отличные земли. Чернозем на метр в глубину идет. У вас есть отличные земли. Чернозем на метр в глубину идет. Мы можем только мечтать о такой земле. У нас огромные территории, которые лежат необрабатываемые. Воды более чем достаточно везде. Но вода у вас вся утекает. И все. Ее нет на участке. И участок остается сухой. Засуха. Первый шаг – самый трудоемкий и затратный. Создание системы прудов. Вопреки привычной технологии, эти водоемы нельзя изолировать пленкой или бетонировать. Они должны естественным образом как накапливать воду, так и питать ею землю. Владелец будущей фермы Павел Коробов, составив бизнес-план, пришел к выводу, что даже с учетом масштабных землеустроительных работ, дело это выгодное. Ведь впоследствии ему больше не придется вкладываться в водоснабжение своего участка. Если бы на этой территории поставить традиционную дамбу из железобетона, сделать водопропускные сооружения, то это бы стоило, наверное, десятки миллионов рублей, если не больше. Здесь мы укладываемся, в принципе, в один миллион рублей, то есть со всем проектом, с техникой, с работой и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ...на коллективизацию, то есть укропнение сельскохозяйственного производства. Вот тогда у нас уже и пошли перегибы, то есть мы начали уже уходить от экологически чистого сельского хозяйства. Битва за урожай. Уже в самой этой фразе советских времен заложена ошибка. По мнению Хольцера, человек не должен бороться с природой, не должен ей противоречить. Разве можно встретить в естественной среде монокультурные участки, где растет лишь один вид растений? Нет, конечно. Так и сельскохозяйственные угодья не должны быть засеяны только луком, например, или только картофелем. Это провоцирует чрезмерное размножение одного вида насекомых. Если уйти от монокультурности, тогда не придется бороться с вредителями. А заодно и с истощением почвы. Если я начинаю бороться вместо того, чтобы понимать процессы, тогда идеальная система природная, которая существует миллионы лет, она перестает быть идеальной. Когда чего-то становится много, чего-то мало, начинаются здесь проблемы. Конечно, главный вопрос, насколько рентабельна естественная земледелие. В то, что вручную можно вырастить урожай, поверить несложно. А вот будет ли это выгодно? У нас в регионе есть очень крупные сельхозпредприятия, которые вряд ли смогут отказаться от современной техники. Слишком уж большие объемы производства. А вот для малых и средних ферм это самый подходящий формат. При этом конкурентоспособность их будет очевидной. Экологически чистые продукты – штука весьма востребованная. В начале, конечно, может быть, это будут затраты довольно-таки такие, но потом это, естественно, окупается, потому что мы получаем экологически чистую продукцию. Естественно, она идет более дорогая в этом случае, и то есть получается более рентабельная. Поэтому здесь государство должно продумать систему долгосрочного кредитования, вот именно, чтобы было выгодно людям вкладывать. И потом, самое главное, работать. Это должно быть выгодно всем, потому что от нашей матушки-земли зависит наше с вами будущее, наших детей и внуков. Что мы, вот если мы за последние 25 лет потеряли треть плодородия и почв, а сейчас процесс минерализации органического вещества ускоряется, то есть через другие 20 лет что останется там у нас уже? Можно сказать, уже пустыня. По расчетам Зеппа Хольцера, чтобы новая ферма начала работать и приносить доход, нужно 2-3 года. Тогда и посмотрим. Ну а хороший пример, он всегда заразителен. Пролетело лето, наступила осень, евро 49, доллар 38. Этот стишок появился в интернете в понедельник и уже успел устареть. Рубль продолжает падать. Как долго это продлится и нужно ли нам с вами что-то менять в наших финансовых стратегиях? Поговорим сегодня об этом с кандидатом экономических наук Вадимом Тыщенко. Здравствуйте, Вадим Анатольевич. Ну вот объясните нам в двух словах, почему так происходит с рублем, в чем причина? Здесь целый ряд факторов, к сожалению, сыграл против рубля. В первую очередь внешнеполитические факторы. Это, во-первых, санкции, которые в первую очередь не позволили банкам российским занимать дешевые деньги в западных банках. Второй фактор — это снижение цен на нефть. Хотя на этой неделе он замедлился и даже немножко нефть отыграла своего падения. Но до этого три недели нефть ощутимо падала. И вот, например, по марке Brent она стала стоить ниже 100 долларов за баррель. А для российской экономики это во многом знаковая цифра, потому что бюджет верстается из 104 долларов. Это минимальное значение на год, запланированное нашим Министерством экономического развития. Еще одним внешнеполитическим фактором является напряженность вокруг Украины, Сирии. И, поскольку и в той и другой части света, скажем так, задействованы интересы России, то понятно, что любая нестабильность в этих странах, она влияет на экономику нашей страны. И в этой ситуации, конечно, говорить о том, что в ближайшее время рубль вернется на прежние позиции, пока не приходится. Несмотря на то, что фундаментально рубль, безусловно, сейчас выглядит как недооцененная валюта, но, к сожалению, внешнеполитические факторы сейчас доминируют над сугубо экономическими. А если сугубо экономические, сколько рубль стоит сейчас? На мой взгляд, фундаментально не дороже 35. Я отталкиваюсь, в первую очередь, от цен на нефть, потому что до этого курс рубля во многом был производный от мировых цен на нефть. 35 за доллар? Да, потому что, учитывая, что нефть все равно стоит в районе 100 долларов за баррель, то, соответственно, и рубль должен быть в районе 35, может быть, чуть дороже, 35-50, не больше. А рубль будет продолжать падать или он остановится на данной отметке? И какой, если он будет продолжать падать, порог нижний? Вчерашний день во многом был определяющим, потому что за вчерашний день доллар смог пробить, и доллары, и евро, бивалютную корзину 43 до 44 рублей. А 43 – это вот как раз та планка, на которую Центральный банк начинает активно вмешиваться. Но вчера Центральный банк не провел валютных интервенций, из чего мы можем сделать вывод, что вот это решение отпустить национальную валюту в свободное плавание, оно уже, по сути, начало действовать. И вот тот факт, что вчера Центральный банк не вмешался в эту ситуацию, позволив пробить сразу и психологически важную отметку 50 для евро, и доллар укрепился почти на рубль за один день к рублю. Это говорит о том, что действительно план по реализации вот этого вот свободного плавания рубля, перевода его в разряд свободно конвертируемых валют, он начал реализовываться Центральным банком нашей страны, что опять-таки ведет вот к рискам, к давлению на национальную валюту. Ну вот ваши прогнозы какие? Нижний порог какой? Ну нижний порог по-прежнему остается 35, я имею в виду, рублей за доллар, а верхний порог теперь, естественно, сдвигается уже в отметку 40. На сегодняшний день у многих есть накопление в виде долларов, евро в валюте. Вот стоит избавляться от нее или нет? Избавляться от валюты сейчас не стоит ни в коем случае, потому что высоковолатильный рубль, он приводит к тому, что вера инвесторов, вера собственного населения подрывается в национальную валюту. И, к сожалению, происходит психологический возврат в те 90-е, когда часть рублевой зарплаты люди тратили, например, на необходимые товары, бытовые нужды, а ту часть, которую собирались сберегать, они просто сберегали в иностранной валюте. И вот если рубль будет таким высоковолатильным, каким он является в последнее время, это, к сожалению, вернется модель поведения. Причем как бы ни Центральный банк, ни Министерство экономики не призывало людей отказаться от доллара и евро, видя вот такие скачки, такие американские горки на рынке Форекс, люди просто будут стараться сберечь интуитивно свои деньги и покупать валюту. Поэтому, к сожалению, вот эта модель, она хоть и может быть выглядит непатриотично, но она единственная защита на сегодняшний день. Ну вот в свете дедоларизации много разговоров о том, что у нас чуть ли не валюту отменят, да, хождение евро и долларов. Нет ли смысла сейчас пока они дорогие продать и, в общем, сберечь деньги? Ну, в данном случае запретить доллар это будет бессмысленно, потому что это не сможет рубль превратить в свободно конвертируемую валюту. А если говорить, например, о том, что рано или поздно человек может столкнуться с необходимостью поездки зарубежной или покупки товара, который так или иначе приходит из-за рубежа, например, это может быть автомобиль, это может быть дорогостоящая одежда и прочее, то в такой ситуации лучше хранить деньги в иностранной валюте и, соответственно, тогда, когда подходит время платежа, вот тогда в тот момент и менять. Покупать сейчас уже поздно, потому что банки, в свою очередь, они же устанавливают крайне невыгодный курс продажи. Поэтому сейчас покупать его по 39-39.50, это неразумно. Я думаю, что более 40 в течение этого года мы доллар не увидим. Хотя, конечно, еще одна политическая напряженность может пробить и этот психологически важный уровень, потому что это такой же важный уровень, как, например, евро в отношении 50. Если мы его пробиваем, то дальше уже можно тестировать и уровень 45. А как еще лучше? Вот доллар, евро или нам уже смотреть на азиатскую валюту? Ну, это идеальный вариант, когда многовалютная корзина резервов у человека. Другой вопрос, что своевременно поменять те же юани, там, вьетнамские деньги или там, южнокорейские воны, оперативный человек не сможет. Слишком мало банков эта операция оказывает. И учитывая, что не у всех есть экономические отношения с Китаем, то говорить о том, что стоит приобретать юани, я бы не стал. Давайте резюмируем. Вот как себя сегодня грамотно вести, чтобы, ну, если не увеличить, то хотя бы не потерять те накопления, которые есть? Если у человека сейчас рубли, то приобретать валюту на данных курсах уже невыгодно. Проще приобрести какую-то вещь, о которой он мечтал давно, откладывал покупку, и если вот есть такая возможность, то можно купить. Если кредит для него не является обременительным, он уверен в относительном будущем, то лучше совершить дорогостоящую покупку в кредит, по крайней мере, он осуществит свою мечту, и те сбережения, которые у него есть, конвертируют в нужную ему вещь. Вот такие самые простые рекомендации. Делать резкие движения в условиях высоко волатильного рубля не стоит, потому что можно купить и потом не продать по таким деньгам, в результате чего человеку будет очень сильно расстроен, или наоборот, где-то движения не поймать и, соответственно, не успеть купить. Спасибо большое. Надеюсь, ваши советы помогут всем. А я напоминаю, что сегодня в студии у нас был кандидат экономических наук Вадим Тыщенко. Спасибо. Трудовые права, которые у нас есть, но о которых мы даже не догадываемся. Подробности сразу после рекламы. Пять лет назад Россия ратифицировала Европейскую социальную хартию. Документ, который декларирует довольно высокие стандарты защиты интересов работающих людей. Удалось ли за это время приблизиться к заявленному эталону? Евро-стандарт трудовых отношений. Для части россиян это норма, для других – фантастика. Почти пять лет прошло с тех пор, как Россия ратифицировала часть статей Европейской социальной хартии и таким образом взяла на себя обязательство внедрять в практику некий стандарт соблюдения прав работающих людей. Это касается режима труда и отдыха, безопасности труда, социальных гарантий и целого ряда других аспектов. Что мы имеем на сегодняшний день на практике? В официальных отчетах перед Советом Европы, формируемых Министерством труда, картина складывается весьма достойная. Это объясняется, с одной стороны, тем, что, подписывая хартию, Россия не брала на себя непосильных обязательств. И те стандарты, которые заданы в Европейской социальной хартии, они принимались тогда, когда у государств, участников этой хартии, уже практически были созданы многие условия, которые другие государства еще только создавали. И к таковым относится и наша Россия. Поэтому мы могли принять только то, что мы можем обеспечить, либо то, что, может, в ближайшей перспективе приведено в соответствии с требованиями этой хартии. С другой стороны, хартия не пришла на пустое место. Годы советской власти не прошли даром. При всех недостатках той социально-экономической модели защита прав трудящихся была в Союзе на высоте, а в нашем промышленном регионе в особенности. Я должен отметить, что вообще в Куйбышевской области, еще до того, как она стала Самарской, были очень серьезные традиции профсоюзного движения. Ведь социальная хартия, по большому счету, это конституция для профсоюзов. Поэтому нельзя сказать, что после принятия хартии работа началась буквально с нуля. Нет, очень много положений, очень много идей, они и ранее реализовывались на нашей территории. Просто в силу смены экономической модели государства, часть из них, этих форм поддержки, была утрачена, а часть продолжила свое развитие. Организация работы инвалидов, труд в опасных условиях и правила, регламентирующие отпуска – вот основные моменты, которые сегодня в России не дотягивают до ратифицированных стандартов европейской хартии. К примеру, трудоголикам в соответствии с положениями хартии должна отсекаться возможность работать без ежегодного отпуска, заменяя его денежной компенсацией. Хочешь, не хочешь, а раз в год, минимум на две недели, будь добр в отпуск, отдыхать. Отечественный трудовой кодекс пока задает менее строгие стандарты, а все, что за его пределами – добрая воля работодателя. В Самарской области немало предприятий, где и с этой доброй волей все хорошо, и трудовой кодекс руководство чтит. Там благополучная ситуация и в отношении безопасности труда, и с социальными гарантиями полный порядок. Но какая доля трудовых отношений сегодня находится в тени? Точного ответа на этот вопрос не знает никто. Но совершенно очевидно, что в этой самой тени уж точно никому нет никакого дела ни до Трудового кодекса, ни уж тем более до Европейской хартии. Если говорить в целом о количестве предприятий, то, наверное, их меньше 50%, которые соблюдают законодательство. Но это только количество предприятий. Люди, которые работают на этих предприятиях, если мы суммированно возьмем количество работающих людей, то это гораздо больше. Поэтому, если говорить о людях, которые работают на предприятиях, соблюдающих закон, я думаю, что их гораздо больше 50% на нашей области. О том, что существенная доля трудовых отношений не фиксируется официально и не подконтрольно Министерству труда, косвенно свидетельствует и тот факт, что отчеты перед Евросоветом по внедрению социальной хартии идут лишь официальным путем, что называется, сверху. Эта задача реализуется двумя способами. Первая из них – это классическая система отчетов, которые предоставляются местными ответственными лицами в Европейский Союз. И есть второй способ – это коллективные обращения, которые подготавливаются профсоюзами и некоммерческими организациями совместно. Если первый способ предоставления отчетности является обязательным для каждой страны, принимающей участие в внедрении Европейской социальной хартии, то второй способ является добровольным, и Российская Федерация пока еще не внедрила этот подход. Объективно, одна из причин – некоторая инертность россиян в части защиты своих трудовых прав. Нынешняя ситуация на рынке труда, низкий уровень безработицы, плюс судебная практика, которая в большинстве случаев защищает интересы работника. По идее, все эти факторы должны работать на то, чтобы доля теневых трудовых отношений сходила к минимуму. Но пока этого не происходит. Что же касается тех положений хартии, которые Россия не ратифицировала, эксперты полагают, что этого не произойдет и в обозримом будущем. Право работников мигрантов и их семей на защиту и помощь. Мы своим иногда не можем обеспечить нужные условия, достойной жизни, хотя Конституция этого требует. А поэтому мы критикуем наше правительство. А своих не будем, будем по хартии мигрантов. Вы извините, там это невозможно просто. И к чему это приводит? Это к социальной напряженности приводит. Мы это тоже должны учитывать. Ну а что касается реализации ратифицированных пять лет назад положений хартии, то здесь главный вопрос в том, чтобы максимальное количество рабочих мест вышло из тени. А без заинтересованного участия самих работников это фактически невозможно. Это была программа «Важная». Всего вам доброго и встретимся через неделю.